Всем привет! Сегодня видео будет у нас о турчанках. Давайте сразу к делу. Когда девочки говорят о дружбе с турчанками, у меня есть несколько видео на эту тему. Комментарии очень разнятся. Буквально существует два лагеря. Первый – это те, кто, да, получилось заиметь, скажем так, себе подругу, либо подруг знакомых турчанок, с которыми все в порядке, все замечательно и девочки довольны. И некоторые даже есть кто говорит о том, что у меня на родине не было подруг, а здесь я действительно познакомилась и все, короче говоря, благополучно. И есть другой лагерь, где, скажем так, ну, большинство, все-таки больше девушек, которые не нашли общий язык, испытали какой-то негатив, предательство, нет какого-то доверия, в чем-то все-таки разные, с турчанками, короче говоря, подругами стать не получается. И все-таки они придерживаются нашей общины, общаются с девочками из наших стран СМГ, короче говоря, практически ведут такой же образ жизни, как у себя на родине, подружками, новыми местными, на местности здесь не получилось обзавестись. Сегодня я хочу отметить то, какие ошибки в основном делают девочки, когда начинают общаться с турчанками. С одной стороны, тут двояка, каждый делает выбор для себя. Очень полезно общаться с местным населением, тем более, там, с соседкой, с подружкой какую-то завести турчанку. На курсах каких-то, я не знаю, например, вы с МЭК пойдете, например, курс, там, готовить турецкую еду или еще что-то, познакомьтесь с турчанками. Или, там, во дворе, я не знаю, у вас есть дети с детьми, там, на площадке вы познакомитесь с соседками какими-то. В общем, это полезно, да, это и социализация, это очень плюсы одни. Вы будете узнать у себя в районе, что вокруг, где что купить, где что подешевле, где что повыгоднее. Это такая чисто типичная турецкая женская тема, домохозяек, да. Короче говоря, это очень полезно для вашей адаптации в стране. Но второй минус, который я первую ошибку вижу, девочки, когда начинают общаться с турчанками, которые только переехали, здесь еще не пожили, девочки не отличают правду от лжи, не понимают вот этого менталитета турецкого, особенно турецкого женского, где надо там промолчать, где это чисто из вежливости сказано, где это из культуры. Короче говоря, набивают много шишек, относятся со стороны точки зрения своего предыдущего опыта, того, как было на родине, как с девочками общаться, с женской дружбой и всего-всего такого прочего. Короче говоря, не чувствуют эту разницу менталитета, они просто, это приходит только с опытом, со временем. Это можно понять. И благодаря этому, вот, мне кажется, у большинства, кто в негативном лагере, так сказать, у кого не получилось завести друзей, девчонки просто пытались это сделать прям в первое время, как переехали, там, в первый год-полтора, относились так же, как и к девочкам в нашем на родине. Короче говоря, не до конца знали менталитет, не могли это все прочувствовать, и поэтому набили шишки, обожглись и больше пытаться не хотят. Это и понятно, в принципе, да, инстинкт самосохранения, но относятся негативно, скорее всего, и ко всем остальным. И думаю, что все в стране такие женщины здесь, и с ними дружить невозможно, турчанки плохие подруги. Чтобы стать хорошей, знакомой, как минимум, турчанкой, надо иметь схожие обязательно интересы либо какие-то взгляды. Именно интересы. Я с одной девочкой познакомилась чисто случайно на курсах английского, турецкого языка по поводу косметики и макияжа. Она заметила там мой хайлайтер, спросила, у тебя вот такой табарант? Я говорю, блин, да, как ты знаешь? Она говорит, а я вообще в косметике шарю, я фанатей от нее, и мы разговаривались. И, короче говоря, мы начали общаться. Короче, мы уже несколько лет общаемся с ней, и все прекрасно. Но я не могу сказать, что это моя подруга закадычная, которая я пойду с какой-то... Но я знаю, кстати, если у меня какая-то проблема возникнет, которая в ее поле, да, и она сможет решить, она мне поможет всегда. Это отзывчивые очень люди. Но она не такая подруга, например, как моя подруга, там, Маша с первого класса в России. Надо это разгоняйти. То есть, ну, хорошей, знакомой она для меня стала. Например, на свадьбу я была ее приглашена, знаю ее мужа, и все в таком роде, короче говоря. Вот, главное, это общий интерес какой-то, который у вас может быть какой-то. Если просто вы будете общаться с женщиной, которая вам вообще ничего не интересна, чисто надо, у вас не получится общение, будет тупо неинтересно, не о чем поговорить. С первых дней считать ее лучше своей подругой, как Зина, Маша и там Даша с вашей школы, с Россией. Нет, нет и еще раз нет. Вот поживете здесь, когда вы поймете, вот это начнете чувствовать, когда к вам человек с фальшем, а когда вам более открытый и честный. Вот вроде бы турчанка и турчанка, да, вот недавно я познакомилась с двумя турецкими женщинами. Они вроде бы и социальный уровень, интересы общие есть. Они абсолютно разные. Это от человека, от его характера, воспитания в семье зависит. Вот одна очень открытая, дружелюбная, честная. Вот по ней видно просто, человек хочет общаться, очень открытый, всегда чай, кофе позовет, ну не к себе домой, мы ходим в кафе, например. Значит, короче, это видно человека. А второй человек, все вроде бы так же, но я чувствую, что эта женщина более закрытая, какие-то личные границы держит. Хотя все очень, они очень похожи, абсолютно, скажем так, можно сказать, одинаковые женщины. Но разница вот такая большая. Это зависит от человека. Так что считать, что она подруга, с первых дней целоваться в десна не нужно. Держать всегда нужно немножко на расстоянии первое время и изучать человека, понимать. Второе, не доверяйте секреты своей личной жизни. Хотя вас будут об этом спрашивать намеками или прям напрямую есть люди, которые спросят. Просто это в основном вопросы какие-то первое время светские, скажем так, задаются, чтобы узнать вас как человека. Но не надо выкладывать все вот так вот. Какой у вас муж, кем он работает, не знаю, когда с работы приходит, сколько денег зарабатывает, там не напрашивает детей или еще про что-то. Никакой личной информации, все чисто обтекаемое. Вот вы нащупаете человека, познакомьтесь, пообщаетесь несколько месяцев, полгода, например, у каждого это индивидуально, это так образно, да, поймете, что да, человек нормальный. Тогда можете что-то там рассказывать. Вообще я в любом случае бы не стала ничего рассказывать, такого личного. Не знает человек информации, не владеет ею, потом вам, например, ничего сделать плохого не сможет. Имейте это в виду. Если вам, вот вы, девчонки, которые только приехали, говорят, Джанам Хаятым, Бетанам и тролливались и прочее, это не говорит о том, что она вас действительно любит, что ли, ой, у вас такие красивые там сережки суперские, или еще что-то. Это все жесты поведения, культурные в обществе. Это просто слова, просто сказано. Это не говорит о том, что она считает вас своей лучшей подругой. Это просто жесты приличия. Ничего больше. Ничего действительно в это не вкладывается. Это не потому, что она обманщица какая-то, двуличная, или там вруны тут все за границей, а вот у нас все по-честному в лицо, или там обниматься, целоваться не будут. Нет. Это просто рамки приличия. Так все в стране воспитаны, так себя ведут, а не касаемо только ее одной. И когда подружками, скажем так, начинают общаться с друзьями, становятся какими-то знакомыми, правильное слово, ознакомятся, люди это используют, не смеют о том, что вы там ее реальная бетанема, и все хаятым и все прочие дела. Короче, я думаю, это не надо объяснять, но есть люди, которые потом на это уповают, наши девчонки, и говорят, что вот она меня там обнимала, целовала, нахваливала мои там, не знаю, браслеты, сережки, а сама пошла про меня сплетни с соседками там за спиной впускать и все в таком прочем роде. Про предательство, когда часто об этом говорят и пишут, я хочу девчонки отметить, не все здесь они двуличные, предатели еще какие-то, вот как я раньше сказала, разное воспитание людей есть. Вот кто-то это сделает, а кто-то нет. Не надо на всю страну думать, что все женщины здесь такие, двуличные там, овечки и все прочие. Если вы таких только встречали, это говорит о том, что вы в таком обществе общаетесь и встречаетесь пока что только таких. Я вам желаю встретить других турчанок, по-другому с ними общаться. Да, все-таки к иностранкам будут немножко держать поводаль от себя, не будут вам первое время, может быть, доберять, искренне доверять, потому что вы иностранка, вы тяжой человек, вы неизвестная, для них иностранец это вообще с другой планеты для некоторых, понимаете, вас тоже будут изучать, вас тоже будут как-то немножко так держать. И это, понимаете, просто жить всегда в социальном вакууме, ником общаться только со своими, или только там, например, со своей роднёй по интернету, да, вам рано или поздно придётся выводиться из вот этого яичка, вылупиться, асоциализироваться здесь, познакомиться, и придётся общаться с местными людьми, и чем это раньше произойдёт, тем просто будет легче, проще для вас самих. И как ни крути, ну, не прям подругу, я не в... И вот даже хочу отметить, не ждите тут такую подругу-подругу, как у вас в России осталась со школьной скамьи, просто знакомые, просто кому можно пойти, не знаю, попросить соли когда-то, кому, я не знаю, там можно как-то пойти выпить кофе, погулять во дворе, например, если у вас дети, или на детскую площадку сходить, понимаете, вот такое чисто бытовое, женское, это должно быть, и вам от этого никуда не деться, потому что такого количества русскоязычных у вас нет, если вы не живёте в таком районе, где очень много русских, все там комьюнити, прям между собой только свои общаются, это тоже всё-таки немного неправильно, ваше общение должно быть, конечно, со своими, но разнообразить его с местными вы обязаны, потому что вы просто живёте теперь в этой стране, и вы должны как-то притираться, знакомиться, вам от этого только одни плюсы, даже пусть на ошибках, пусть на негативе, но это ваш будет опыт, и вам это просто нужно, и когда девочки, вот чисто себя добавлю в этой ситуации, когда девочки наши говорят о том, что ой, нам не о чем с ними говорить, или высокомерно, я, блин, другого полёта птица, о чём и с ней болтать, я понимаю, что бывают такие ситуации, но если человек с вами одного, в принципе, уровня интересов, социального уровня, я имею в виду, интересов, взглядов, там, вот, не знаю, жена вашего, у мужа есть там сотрудник, друг, например, это его жена, и вы там обе домохозяйки, где-то она когда-то работала, как и вы, короче говоря, общий интерес есть, уж найдётся, эта женщина, хотя бы светский, просто о чём-то побеседовать, всегда найдётся. Но поначалу я думала, ой, да ну чём мне с ней говорить, да я там, не то, что я выше как-то, нет, никакого основизма, я просто думаю, ну о чём, я не знаю этого человека, о чём мне с ней говорить, мне это, например, тема там неинтересная, или ещё что-то. На самом деле, открою секрет, это простой барьер в вашем общении, не знание языка, либо знание языка не очень хорошее, либо вы знаете язык, но боитесь ещё общаться, это барьер в общении, просто языковой барьер, который вот так вот кроется, за тем, чтобы не начать общаться, не контактировать с местными, вы перекладываете на них вот эту вот ответственность какую-то, да, себя снимаете её, и типа, а дома нам поговорить не о чем, потом общаться они будут, да нифига подобного, если вы хорошо говорите, в плане язык у вас подвязан, пусть вы не знаете много слов, пусть как-то некорректно, или ещё что-то, найдутся люди, которые вам пойдут навстречу, будут общаться, и язык вам помогут подтянуть в то же время. И опять же, кстати, я себе скажу, когда я общалась, знаете, в большинстве, слава богу, я встречаю хороших людей, со мной девчонки нормально общались, идут на общение, когда даже я не могла ни бы, ни мы по-турецки, пык-мык, ходила только там на курсы, как-то что-то учила, находились те, кто пытался пообщаться, кому я была, как личность, интересно, и мы могли там пойти попить кофе, но как-то там, наверное, на пальцах объясняться. Очень показательная история, я ходила с девочкой украинкой в Исмек, на курсы у нас турецкой группы не было, мы хотели на курсы английского для турков, что ли, девочка, кстати, уже уехала, вот, и уже давно на работу два с ней не общалась, я тогда даже блог не вела, они только переехали, короче, не помню уже, а да, вела блог, она меня по блогу нашла, так вот, мы с ней ходили в эти курсы у нас возле дома, и мы как-то с ней пошли на базар, и мы встретили этих женщин с курсов, которые учили английский, и мы, они нас пригласили, ой, пойдем, типа, пьем чай, мы сидели в кафе, мы нифига, они ему вообще там пару слов по-турецки, а они по-английски ничего не врубаются, но они нас учили усилив на турецком, расспрашивали про жизнь, про то, а ты откуда, то есть, вот эти тети, которым было 35, 40, 50 лет, это не было, человек 5 было, вот даже так, понимаете, им было интересно с нами пообщаться, они пытались, я могла бы в тот момент, например, закрыться, мне было неудобно, и стыдно как-то, я не знаю, языка, некомфортно, и не было с ними объясниться, я могла сказать, ой, они с ним говорят, ничего, стало и пошло, но нет, мы пытались, это был очень интересный опыт, поэтому начали, знаете, да, застрелив, закончили зуб покой, начали о ошибках, с турчанками, закончили изучением языка, но это все равно все между собой связано, я вам всем желаю, чтобы у вас были, нашлись турецкие не подруги, но хотя бы знакомые, с которыми вы можете пообщаться, о чем-то посплетничать, посудачить, но главное, предостережение у меня, всегда остается подытожить девочки, друзей проверяют временем, второе, не доверяем личную информацию, никакую, человек, когда говорят, ой, турчанка, про меня опускалась плетень, и бла-бла-бла, ничего не рассказывайте, о себе никаких сплетен, о вас не будет, все предельно обтекаемо, и когда вы познакомитесь с человеком поближе, поймете, можете вы ему доверять, или нет, я всем желаю счастья, жду ваших историй, и комментариев по этому поводу, если есть вопросы какие-то, оставляйте, также под видео, сниму вопрос-ответ, отвечу на них, скоро увидимся, всем пока!